Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Фима Петерсон и с утра я как всегда уже на работе, встал с постели на работе. Очень удобно. Итак, я сейчас покажу вам немножечко более подробно, чем на практике, что я сегодня намерен сделать сейчас прям с утра. Вот у меня стоит ящик, вы видите, просто ящик, сзади это картонка, зерстак, все в принципе. Но из этого можно получить довольно-таки интересный снимок. Посмотрите, вот более крупная. Вот так это выглядит. Ну и теперь сначала я хочу просто снять, скажем так, ящик с размытием, не сильным, но так, чтобы вот отсюда, допустим, инструменты были видны, а дальше уходили в тень. Итак, здесь у меня стоит бьюти дичь и пока больше ничего. Давайте мы сейчас это сделаем. Ну и первый кадр. Вот мы видим, что в принципе неплохо, но затемнение уж сильно большое. Поэтому подключим сюда еще далеко. Подключим еще сюда. еще один соусбуксик 1.32 и дадим ему растечься по древу, скажем так. То есть не будем вплотную освещать блок, а просто дадим такую градацию. Вот так. В итоге получаем готовый натюрморт уже, в принципе, с которым уже делать практически ничего нельзя. Вернее, можно, но не нужно. Итак, ну а теперь мы немножко усложним это дело. Усложним таким образом, что я хочу, чтобы вот здесь появился угол. С помощью света и тени я сейчас этого добьюсь. я поставлю вот сюда вот этот пенопластовый кусочек и смотрите, что получится. Вы видите, внезапно появился угол. И пространство стало глубже, гораздо глубже стало пространством, таким плоским. Чего мне еще не хватает? Мне не хватает тени, ребят. Я вот сейчас пошел, срезал веточку такую вот и зажму ее вот сюда. В тиски напротив этой самой передней стенки. И давайте сфотографируем еще раз. И теперь мы видим, что тени появились. Прекрасно. Ну и больше нам пока ничего, в принципе, и не нужно. Натюрморт готов, даже два. С чем я вас и поздравляю. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, в итоге у нас получился вот такой кадр. То, что мне было нужно, в общем-то. Вот, и мы его откроем, какой он есть. Далее еще раз. Пойдем. Вот здесь. И давайте экспонируем, поиграем. Так. Так. До того как появятся какие-то пересветы. Их нет. Понятно. Так, контрастность добавим. И четкости чуть-чуть. Вот так. Красочность нам не помешает. Отлично. Экспонируем еще подаем чуть-чуть. Вот так вот. В принципе, достаточно открыть изображение. Ну, здесь мы сейчас просто поступим. Ctrl-A, Ctrl-C. Выбрасываем вот сюда. Делаем копию. Набрасываем наверх. Ну, тут начинаем уже, как говорится, по вкусу работать. То есть, я могу взять окружность опять. И начать с окружностью работать. То есть, я не хочу, чтобы у меня вот этот превратился в светлый. Видите? Так он больше похож на угол вот это место. Так. Дадим пучки света здесь еще. Так. Это лишнее здесь было. Тоже легкий чуть-чуть. Так. С непрозрачность уберем. Немножко туда 25. Вот здесь осветим чуть-чуть. Так. Окей. Замечательно. Соединяем вместе. Так. Это нам придется убрать. Это понятно. Может, для шатера стараемся. Так. Посему, убираем любые надписи. Жаль, конечно, у них особый какой-то тут есть шарм в этом деле. Ничего не сделаешь. Правило есть правило. Мы сейчас сделаем следующее. Возьмем вот инструмент. Вот этот. Заплаточку. И просто бросим сюда. Даже не сюда. Извиняюсь. А, вот сюда, скорее всего. Вот так. Так будет нормально. Ну и прекрасненько. Получился с тенями. Единственное, что здесь еще есть. Кусочек зеленого выпался. Не увидел я. Ничего, сейчас уберем. Без проблем. Все. Ну и тоже вот. Готовый такой. Объемненький. Получился. Фильтр. Умная резкость. Порядок. Так, ну и в довершение ко всему я решил тут сделать просто ящик сфотографировать и с малой глубиной резкости. То есть вот эта странная канистрочка. Ну то есть это масленка или еще что-то такое, чтобы она была в центре. Остальное все в размытие ушло. И так. Мы сделаем следующее с вами. Так как оно получилось не очень внятным, но это и должно было быть так при отсутствии множества светильников, там разных гобов и так далее. Вот мы с вами сделаем по-своему. То есть растушевка 400 пикселей. Сейчас Ctrl-Shift и переворачиваем ее. Создаем новый слой. И заполняем его черным. Вот так. Ctrl-D снимаем выделение. Так вот. Теперь смотрим непрозрачность, конечно, зачем она такая. Вот так. Выделяем. Нажимаем на Shift, выделяем. И Ctrl-Shift. Ctrl-Shift и убираем. Инвертируем. А здесь уже, по сути дела, добавляем света в бучок. Вот. Смотрим так, чтобы нигде не было пересвета. Вот так я макару. Отлично. 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 Теперь соединяем на одном слое. Ctrl-Shift и делаем следующее. Берем коррекцию. Добавляем. Вот так. Теперь переводим маску в черный. Берем окружность. И постепенно, потихонечку добавляем хайлайты. Где нам это нужно. Здесь немножко, допустим. Вот так. Вот так. Соединяем. Наводим немножко резкости. И один из вариантов натюрморта готов. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть все. Выглядит это хорошо. То, что я хотел. Готов один. Идем дальше. Хотя на этом наше практическое занятие закончено. Всего доброго. С вами был Эдвард Петер от фирмы Петерсов. Пока.